Когда в 17 веке турки решили захватить Вену, нашего проекта ещё не было. Но уже в 21-м мы решили лично узнать последствия той осады, тем более, что там явно прослеживается украинский след. Итак, некий купец и толмач, переодевшись с турком, вырвался из осаждённой Вены, позвал на помощь и стал в итоге героем. Король в награду дал то, что и просили – кофейные зёрна. Хотя никому они тогда в Восточной Европе, кроме самих турок, и не нужны были. А купец тот не только стал продавать кофе на разлив, но и придумал добавлять туда сахар и сливки. Так что теперь... Выпить в столице Австрии настоящий ароматный кофе по-венски можно во многом благодаря украинцу. Знакомьтесь, Юрий Кульчицкий. В честь народного спасителя и установили этот памятник, где казак стоит с кофейным набором. А вот эта табличка с надписью «Кульчицкий Гассе», что переводится как «Улица Кульчицкого». Так что в славном городе Вена, где в местных Афенях упивается в год более 200 литров на человека этого прекрасного напитка, любят и ценят кофе. А вот любят и помнят ли современные австрийцы того, кто предложил им этот напиток? А вы знаете, кому этот памятник? Нет. Я не знаю, кто этот Кульчицкий был. Извините, я не понимаю, я итальяно. Кажется, это турок, да? Вот посмотрите на его эту такую шапку интересную. Да нет, это же был казак. Ах, казак? Кульчицкий? Да вон, вверху памятник. Кто он такой? Он же кофе нам привез. Так он же открыл первую кофейню у нас. Он спас Вену от турецкой армии и, в общем-то, знаете, был изобретателем кофе по-венски. Да? А я и не знала. Вот видите, новая информация для вас. Да, всегда есть чему поучиться. Спасибо вам огромное за информацию. Он был австрийским солдатом. Да, но Юрий Кульчицкий – это же не австрийское имя. Нет, это польское имя. То есть вы думаете, что он был поляк? Ну, я, конечно, не знаю. А мы считаем, что он был украинцем. Я тоже украинец. Правда? И как вас зовут? Коваль Славков. Станиславков. И пометает украинскую? С Петрохова. С Петрохова пометает? Да, да. То Ковшицкий, то он так само. Он забрал каву из турцев и начал там делать каву и продавать. Я думаю, что он был первый, который был каплярный человек. Как выяснилось, пусть о Кульчицком знают и не все, но в конце концов, согласитесь, будто у нас сходу ответят, кому этот памятник или в честь кого эта улица. Главное, что ликбез для австрийцев проведен. А мы, радуясь мысли, что в этом всем без украинца не обошлось, пошли и сами пить кофе по-венски. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok